Мы уже запускаем свой стрим. Владимир Николаевич, вы в прямом эфире. Будем показывать сегодня фронт работы и то, как вы следите за выполнением. Там нужно было посмотреть, что здесь строится. Видели на картинке? Да, там есть картинка, где... Да, картинка, где тут уже идут работы очень серьезные. А где права? Это фонтан. Да, вот мы видим свою прямую трансляцию сейчас в территории парка Приморский города Южного. Да, вода подведена. Что характерно, если смотреть, видите, вся проводка, вся вода, вся выведена. Вся инфраструктура живет. Сейчас городской голова Владимир Новацкий пришел на место стройки и проверяет фронт работ, которые уже, ну, во-первых, уже они идут и некоторые работы уже завершены. Конечно, еще не до конца, но уже многие моменты, участки уже завершены. Сейчас мы находимся на территории, где запланирован фонтан большой достаточно. Вот вы видите. А колоннада здесь запланирована. Потом, когда мы завершим свой стрим здесь, пойдем и посмотрим на то, как это нарисовано на плане, как это изображено. А теперь получается, что у нас вот этот колоннадо, который нацентрует этот транслятор? По плану здесь будет в середине фонтан и вокруг колоннада. А дальше аллея, которая под углом, под наклоном будет смыкаться, соединяться с главной набережной. Ну, достаточно удачная, на первой, по крайней мере, взгляды, такой проект, удобный, скажем так, для южницы, по гостей. Сейчас Владимир Николаевич включается с прорабом, объединенной организацией, выполняющей строительные работы. Здесь, конечно, насыпается земля, да? Насыпается земля и... ну, кто готов, кто будет в ней, по крайней мере. А вот эта горная земля будет выступать, должен быть. И что она будет, как то надо, если будет? Просто в этом. Хорошо. Вот это, вот это, насколько я понимаю, это под колоннаду. А сколько будет колоннадо направлённых на землю? Я думаю, с земли будет так? Так, так, так. Так, так, так. Так, 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 так. И после этого с под колоннадой будет видно этот бордюр, да? Да, да, да. Он может, мы облетаем его рекаму, река, река, реклама. В смысле, его нужно будет сюда взять. Да, да, да. Это будет красиво, несмотря на то, что он начинает стать... Нет, так сейчас мы не думаем. Сейчас надо думать, как мы едем. Да, да. И вот здесь, да? Да, да. А сколько у нас будет этих колонн? Здесь. Был 6 колонн будет? И здесь будет? Да. И вход прямо в окна будет. Нам не будет выступать? Нет, мы не будем. А когда вы собираетесь... И зелее передвинуться, чтобы потом без лезвия не будет. И можно запускать. Да. Ну что? А вот здесь все, что надо, и здесь все. Да? Да. А дальше все идет. Да. Для вновь присоединившихся зрителей нашего канала и стрим-репост, объясню ситуацию. Сейчас вы находитесь в момент прямой трансляции с Южницкой набережной, которая находится на территории парка Приморский. Владимир Николаевич Новацкий, городской голован, пришел сюда для того, чтобы проследить за тем, как проходит фронт работ строительных на этой территории. В центре парка Приморский запланирован фонтан, который вы видите сейчас. К нему идет дорожка, которая будет начинаться, ну а как она уже традиционно у нас находится практически напротив Робин-Бодена. Там открыт забор, планируется в дальнейшем аллея освещенная. Она будет вести к фронтану. Далее здесь на месте, где находится Владимир Николаевич, с одной стороны и с другой стороны запланированы колоннады. И далее уже готова дорожка, которая уже полностью оформлена в плитку, в площадку. Достаточно широкая такая дорожка, которая состоит из двух частей. Находится она на такой финальной части этого архитектурного комплекса. И она подходит прямо к нашей уже привычной дорожке на набережной, где расположены скамеечки и где южницы уже привыкли находиться. А потом будет развод по парту и будет поливаться парт. Вот наши зрители сейчас как раз услышали, что полив у нас обеспеченный. Везде электричество, здесь уже есть вода для полива, это будет газон. Здесь сразу будет полив. Везде есть свет и есть полив. Посредине будут и вот оттуда сценарные столбы, такие как на пляже. А вот эти места, это под скамейки. Под скамейки? Под скамейки. Видите специально. Здесь как бы идет, вы видите как здесь интересно. Я в самом начале удивлялся. Идет уклон, потом идет ровная площадка. Потом опять идет уклон, дальше идет скамейка, опять ровная площадка. И так у нас будет постоянно где уклон, ровная площадка. Для того, чтобы не сполз этот склон, здесь положено шесть рядов блоков. Вот так. Бетонных блоков, да? Да, шесть рядов. Вот эти все как лестницы. Для того, чтобы не было... Ну, по технологии там сумма. Короче, будем проверять это зимой, да? Первый тест это зимой пройдет. Как все выдержит. Это улавливатель воды, сточных вод, которые будут стекать в море. Это везде по всему периметру, не периметру, а по всему... Площади, да, баркам. Улавливается вода, по желобам. Вот желоба тоже, они все стекают, оттуда будут желоба. И здесь, который идет по дорожке, тоже будет целого. Угу. Все продумали? Да, здесь все. Свет, вода, улавливатели, дождевая вода, ливневки, все здесь отработали. Угу. А лавочки будут с тентами? Потому что жарко будет? Как-то продумаете этот момент или еще не думали? Нет, нет. Обычные. Обычные? Жарко, вот одна беседка, вот вторая беседка. А, беседка. Здесь будет четыре беседки. Четыре больших беседки. Поэтому здесь можно всегда... Угу. 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 Плюс. Плюс у нас еще будет произойдет берег укрепление. Это порядка тоже свыше миллиона. И лестница. Угу. 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 Специализируются метротехнические сооружения и противоположные мероприятия. И что до лета успеете найти, тендер провести? Да, да. Это у нас задача стоит. У нас задача такая, начать строительство, возобновить строительство мэрии и вот этот объект полностью создать. До первого июня, до начала пляжного сезона следующего года. Так что видите, работы идут здесь постоянно. Сколько погода позволит? Я думаю, что они говорят, что они плиткой это все выложили в этом году. Плитка будет в этом участке выложена полностью, больше двух тысяч квадратов. Теперь надо будет сделать фонтан, сделать беседки и сделать колоннаду. Ну и благоустроить все. А какое-то видеонаблюдение вы планируете? Ну это будет, это тоже не входит в проект. Это отдельная программа, поэтому по-своему. По-своему, по-своему, я рассказываю. Стоят, проходите. Здравствуйте. Хорошо так сделали. Будет еще лучше. Да, мы думаем. Будет хорошо. Стоят женщины, я ушел, а водитель, а я уже на стройке, а водитель там остался. Он мне потом рассказывает, приходит женщина, человека 4, и говорят, слушай, ну когда увидим ту картинку, он говорит, так это все же охранять нужно. Здесь нужно человек 10 и обязательно с автоматом. Это люди, между собой говорят, нужно человек 10 и обязательно с автоматом. Представляете, люди переживают. Потому что действительно, смотри, там фонари побили, и тоскамейки поломали, то еще. Ну, что ж, вандализм, этого никуда не денешься. Причем, я уверен, что здесь чужие не едут, и наши это все делают. Так, давайте здесь вопросы. Размещены, извините, что я понимаю, размещены какие-то торговые точки будут на этой территории? Разрешение будет какое-то даваться? Будки и все вот это? Нет, здесь будет только расположен с этой стороны еще туалет. Туалет. Бесплатный, платный? Ну, посмотрим. Если мы хотим, чтобы он был чистый, аккуратный, будет платный. А если мы хотим, чтобы он был загажен, будет быстрее. Хорошо, если мы хотим мороженое поесть, может, будет какая-то там точка торговая? Внизу будут точки, вот здесь будут где-то какие-то точки. А вот здесь, если мы поставим здесь какие-то будки, все, вы же знаете, чем это все закончится. А лестницы там тоже будут? Две лестницы. Одна лестница здесь, одна лестница здесь. Там есть продолжение будет и здесь продолжение. Ну, хорошо. Все вроде так красиво звучит. Ну, так работает. Там тоже, когда мы строили, не верили. Построили эту набережную, вход в набережную. И эту не верили, когда набережную. Все строится, все будет хорошо. Море? Да. Может быть, мы еще с вами тогда поговорим. Но вы уже тут конкретизировали, какие будут технические возможности. Что можете сказать по поводу строительства? Насколько быстры темпы? Что-то задерживает вообще бригада? Вы уже наблюдаете все это время? Задерживает нас только иногда бывает это, первое, это финансирование. То, что опаздывает. Благодаря тому, что мы рассчитались кредиторкой прошлого года. И фирма подрядчик приступила, вознаграждила эти работы. В прошлом году они были выполнены. Большой объем земляных работ. А в этом году они уже серьезно сделали, если и делают эту работу. Финансирование. Ну и сейчас, в этот момент, погодный ушел. Но я думаю, что мы выложим полностью здесь плитки. Начиная от входа в тот раз и здоровье, путь выложен в это будет 100%. Будет выполнена чаша фонтана, фонтамент приходит колоннами. И разведена вся разводка, как поливочного водопровода, так и электромагнитного. Кто разрабатывал архитектурный проект? Главным инженером проекта было товариство «Мегапроект». Мы их приглашали, они обсуждали этот вопрос и согласовывали. Начали в 12-м году. Это город Одесса? Да. Фонтан у нас будет, как я вижу, по форме круглый, колоннадый. То есть это такой классический, стандартный экстерьер запланирован. Что-то будет напоминать? Может быть, какой-то город, не знаю, Одессу, там еще что-то? Какой-то был аналог или просто... Нет, элементы, может быть, какие-то колоннады, может быть, немного будет напоминать Сваранцовского, но это уменьшено будет, типа будет. Индивидуально. Подход индивидуальный был, да? Хорошо. Ну, по поводу плитки я бы хотела уточнить. У нас в Южном такая очень, ну, скажем так, однородная. Видно, что это, видимо, одно предприятие какое-то производит плитку тротуарную. С какой фирмой, компанией работаете? Уж, наверное, есть опыт? Смотрите, у нас работает несколько фирм-подрядчиков, которые занимаются блокно-спросством. Кто-то выполняет своими собственными силами, но себя имеет. Мощность, а цеха, матрицы выполняет. Кто-то закупает. У нас есть крупный завод в Одессе, это Камбио. Ну, вот, здесь, например, плитка уложена из завода Камбио. Они профессионалы в этом, у них есть и своя техника. То есть, по-разному, у каждого подрядчиков. Но у нас не работает только в Москве. Порядка двух-трех фирм, сестра она работает в угол. А вот этот вот завод Камбио, он уже на протяжении нескольких лет у нас? Да, мы с ним сотрудничаем, мы уже, как говорится, с улицы Химиков. Когда мы только начинали, мы с меднодорожкой, мы сходим, чтобы мы сходим. Это 2013 год? Скажите, у нас просто есть информация, что этот завод имеет отношение к Александру Семеновичу приезда к Материалу. Не знаю, я не владею такой информацией. Мы берем от них материалы, потому что ситуация, он вразный. Например, турсервис свой выполнял, сами они у себя на ЦК. Когда мы брали на ЦК, есть у нас в ЦК выполнение, тоже плитка, тоже хорошего качества. Но не все успевают, они добываются объемами, бывают с разных точек. У нас еще на проспекте Григорьевского десанта меняются бордюры. Ну, я думаю, что это тоже вопрос имеет отношение к вам. Почему они меняются, зачем и чем среваты дальнейшие ремонтные работы? На проспекте Григорьевского десанта происходит текущий ремонт за счет субвенции государственного бюджета. Субвенция поступила, она поступает в каждый населенный пункт, и ее не используют, мы не имеем права. Она поступает частями, каждый месяц, там, 5-10-20 тысяч накапливается. То есть, летом мы не могли бы провести эту работу, потому что мы не могли бы оформить документы. А почему именно бордюры, а не дорожки какие-то, которые, например, возле пятого сада? Там будет субвенция, это может тратиться только на дороге. Понятно, хорошо. Это целенаправленно. Ясно, спасибо, идем сюда. Продолжаем нашу прямую трансляцию с парка Приморский, с территории, где находится наша набережная. Только что мы взяли интервью городского головы и начальника капитального строительства города Юдного. Сейчас мы с Владимиром Николаевичем направляемся к плану, так сказать, к красивой визуализации проекта. Сейчас нам Владимир Николаевич будет рассказывать о том, где что будет находиться. Это будет гораздо нагляднее. Сейчас очень сложно пока что определить. Мы видим только часть работы, а на картинке, конечно, будет все гораздо презентабельнее. У нас сегодня очень много было просмотров, как забрали мы у вас интервью. У нас вообще просто было 38 даже человек сразу смотрело. Это так хороший показатель. Вот это, я вам скажу, это будет... Вот когда строилась площадь, центр города, да, вот как она сегодня поустроена, как она красива, как люди любуются этим. Вот так мы таким сделаем в этом пляжном парке визуально. Вот мы от один объективы, второй, а потом третий будет там, где детские площадки, которые мы будем еще до конца довести. И все, и ландшафт, и полив, розы, дорожки, клумбы розовые, низ роз, цветки, аттракционы детские. Хотим даже здесь поставить где-то типа детского Диснейленда, чтобы просто здесь было интересно. Карусели какие-то. Может быть перенести сюда действительно наших предпринимателей, которые там вот в уголочке, или это уже невозможно? Это тоже. Это будет как единый комплекс. Я думаю, что и там будет неплохо, и здесь будет неплохо. Мы, понимаете, здесь складываются большие деньги, бюджеты. Там, здесь, внизу и так далее. Это все для того, чтобы сюда пришел бизнес. Чтобы не только пользовались тем, что сделал город, а чтобы бизнес пришел сюда своими деньгами. Потому что у нас парадоксальные вещи. У нас все, что делается, пляж, пляжно-парковая зона, все делается за счет бюджета. А правильно это было бы, что должен бизнес складывать. Ну, я понимаю, что у нас... Ну, у нас бизнеса просто нет. Бизнеса, ну так... Да, к сожалению. К сожалению. Поэтому мы делаем все, чтобы притянуть бизнес сюда. Хорошо, но для того, чтобы притянуть бизнес, у него тут останется территория. Тут много деревьев. Как-то это будет чиститься, убираться частично. Ничего. Ничего. Тут могут, допустим, построиться какие-то пансионаты частные? Ничего, пансионаты не будет строиться. О чем вы говорите? Здесь только развлекательный центр будет. Здесь ни одно живое дерево не будет удаляться. Насаживаться будет, но убираться ничего не будет. Вот, как и будет. Ага, вот наш план. Да, все южницы, в принципе, могут, спокойно проходя мимо, увидеть эту фотографию. Проект 3D. Это вход. Вот проектная организация, вы спрашивали, где? Это, вот вы спрашивали, вот, мегабайт. Мегабайт. Да, проектная организация. Вот такое будет, вот беседка, которая, говорю, которая сейчас строится. Вот колоннала. Вот беседка. Вот беседка. Это будет фонтан. И центральный вход. Вот здесь будет расходиться в сторону. И... Арка. Я думаю, врата можно раскрываться не больше, чтобы эту часть не закрывать. Просто арка. Ну, арка будет красивая. Взятую сторону можно будет смотреть. И вот такая посредине тоже зеленая насоснованность. И вот освещение. Видите, под этим все сегодня подведено. Электричество, вода, как бы, под благоустройство. Это будет центральный вход на пляж. Это центральный вход на пляж, на поэту улицы. Поэтому люди могут приходить, смотреть, если делать замечания, пока в стадии строительства. Пока мы еще тут не построимся, потом валять никто не будет себе. Может кто-то что-то видит, что другое свое видение. Можем сегодня какие-то корректировки незначительные вносить. А можно я уже внесу небольшую корректировку? Да, да, да. Так как, смотрите, просто здесь, ну я как мама, которая еще недавно с коляски ходила, я знаю, что здесь очень хорошая тенистая аллея идет. Она частично заасфальтирована. А, вот в этом месте, да? Вот этот асфальт проложен. Просто что она как бы так, вот этот кусок асфальта есть, и в нему ничего, как бы можно сделать какое-то немножко соединение. Сейчас я даю об стене. Вот мы сегодня ведем речь только об этой территории, которая строится. То есть дальше нет. Все остальное это отдельный проект. Это сегодня люди работают. Это уже называется ландшафт. Это будет создаваться определенный ландшафт. И здесь, отсюда, до входа пляжа в парк Повезоны, и отсюда до практически от детских площадок и так дальше. Ниже этого ресторана. Это будет три этапа. Да. Поэтому это сегодня, это у нас был. Вот смотрите, как мы говорили. Я когда давал тогда объяснение, так и было. Это был первый этап, мы его практически сделали. Это второй этап. И третий этап. Вся пляжно-парковая зона, которая будет благоустраиваться. И над этим человеком работают люди и специалисты. Ну, спасибо за информацию. Что еще? Очень наглядно. Спасибо. Здесь скамеечки будут. Здесь скамеек будет много. Можно отдохнуть, потому что там, где скамейки нет, там все практически тоже заняты. Видео-видео-видео-видео-видео. Ну, теперь нам стоит только дождаться 1 июня. Да, да, да. 1 июня, ну, я на 100% уверен, потому что мы практически проплатили большую часть, и людям уже некуда деваться, они обязательно это будут строить. И они строят очень быстро, очень быстро. Вот это внизу плитка не выложит буквально за 2 недели. Сегодня они плитка быстро выложили. Я думаю, что если эти погоды такие будут, то они за месяц вот это все будет выложено. Ну, конечно, фонтан же не запустится. Надо ждать. Будет только чаша. Да, чаша будет готовая. Колонады, я думаю, тоже заливать можно. Но уже потом почистить, посадить зеленые наслаждения, ну, вычихать, скамейки поставить, освещение сделать. Это все будет сделано. Это, в этом, вот в этом сомнения нет. Нам главное вот там берегу крепления. Вот там, чтобы не там есть лестницы, вот там мы тоже поможем. Вопросы? Ну, уже было много вопросов с нашей стороны. Пока что нет других. Все. Мы, пожалуй, заканчиваем наш стрим. Сегодня вы приняли участие в онлайн-просмотре трансляции. У нас увидели с Парка Приморский, увидели отчет городского головы относительно работ, которые проведены здесь. Будем надеяться, что 1 июня у нас здесь будет настоящая уже завершенная набережная с хорошими дорожками, скамейками, беседками, фонтаном и всем тем, что обещал Владимир Николаевич. Будем ждать 1 июня. Всем большой привет, хорошего окончания сегодняшнего дня. Удачи и до следующего прямого эфира. Пока-пока.